Всем привет! В сегодняшнем видео мы обсудим модельку с Алиэкспресс. Они торгуют в том числе хорошими китайскими велосипедами, рамами, колесами, отличных производителей. Но иногда встречаются и вот такие. Вот по силуэту, скорее всего по названию этого видео вы узнали, что речь идет о трек Мадонн. Да, именно SLR-версии, самый последний, и ее сделали теперь и китайцы. То есть это все теперь доступно всем тем, кто желает больше слыть, чем быть. То есть иметь возможность кататься на чем-то дорогом, реально дорогом, нет, но хочется. Причем просто, чтобы какие-то сигналы отправлять тем, кто тебя увидит. Здесь небольшой секрет, который такие люди, которые засматриваются, вот посмотрите на вот эти фреймсеты, это Ultra XR4, это F12 Dogma, это Venge, и здесь вот где-то лапки от Keramics Speed были подделаны. Короче, много чего подделать. Фактор, посмотрите, тоже новая рама VAM или что это O2. Но таким людям, к сожалению, не вдомек, что вот эти велосипеды абсолютные топы. Им не вдомек, что это не лучшее. Это не лучшее. Но это позиционируется как лучшее. И это как, не знаю, самая какая-нибудь лимитированная моделька от Nike. И это все создает какую-то эксклюзивность, лимитированность и ощущение у тебя, только у тебя, что ты какой-то особенный и ты вот это сигналишь внешне. Давайте посмотрим, собственно, как вот эта рама выглядит. Подписчик мне прислал, я из Ташкента, по-моему, если правильно я запомнил. И у него свой велосипед классический шоссейник Giant. Насколько по фотографии можно было разобрать, не самого лучшего качества она была. Но он хочет вот жиробайк. То есть аэробайк с огромными жирными трубами, красивый и прочее. Но вот что бы поделал с таким хотением, можете в комментариях написать. Я напомню, что это фейк рама за 800 с лишним евро. То есть это очень дорого на самом деле. У нас имеется вот на прошлом деле Стивенс показывал за 2000 евро фреймсет. И он суперлегкий, если сравнивать вот с этим. Здесь рама, по-моему, 1100 грамм, даже больше. Вилка более 400 грамм. Руль, вынос. Короче, весь велосипед и все это на дисках будет просто дичайше, тяжелым. И будет напоминать по управлению больше циклокросс. Циклокросс, грэвлбайк. То есть это медленный велосипед. У меня вот этот GSLR в этом же цвете на ободных тормозах. Но килограмм он легче. Но все равно он чувствуется при катании не таким реактивным, каким мог бы быть обычный, точнее классический шоссейник. Особенно такого уровня. Но здесь вот давайте обсудим конкретно. Цвет, вот как у меня, я сказал, что, блин, столько проприетарных деталей у этого велосипеда, они все здесь дублированы. Вот как это возможно? Вот это очень интересно. Как это реально стало возможным? Либо здесь на заводе в Китае произошла утечка информации, из чего я, к сожалению, не могу исходить, потому что не настолько наивен. Ведь эти рамы производятся в слепках карбоновых. И эти рамы доступны в нескольких размерах. То есть этих слепков нужно было несколько штук. И вот этих формочках. И они стоят просто огромных денег. Это же сколько рам нужно продать, чтобы это в конечном итоге себя оправдало. И я не верю, что эти рамы были произведены со своими какими-то слепками. Потому что я могу поверить, что только рама. Но здесь нужно было все делать самим. Нужно было подсидел, нужно было руль, нужно было вынос, спейсеры. Шток вилки тоже нестандартный. Все в этом велосипеде нестандартно. Я уже делал видео про свой. И все это повторили. Как это возможно? Ну не просто так же купил кто-то раму, Мадон, и посмотрел, туда-сюда замерил. Причем купил в нескольких размерах. И купил все рули, все выносы, все подсиделы. Все замерил, все перемерил. И все это потом произвел так, что если бы вот эти фотографии были, скажем, в объявлениях, то любой мог бы подумать, блин, ну это оригинал, 100%. Ну это же нонсенс какой-то. Как вот это возможно? Я написал трек на фейсбук, сказал вот такая вот штука. И они сказали, соответственно, вот мы, конечно, эту информацию американскому трек обычно переправляем. И чтобы не дать себя обмануть, пройдите вот по определенной ссылочке, там можно будет посмотреть туда-сюда, как можно, собственно, различить фейк и реальность. Здесь очень просто, на самом деле, по цене. По цене можно все это определить. Но стоит ли, вот сзади рама стоит 7000 евро, фреймсет, стоит ли она того? Это, конечно же, суперклассный сервис трека. У меня даже свой личный опыт был с этим действительно классным сервисом. Но стоит ли он в конечном итоге в 7 раз больше, чем практически то же самое? По крайней мере, визуально. Это сложный вопрос. И в прошлом были фейк-рамы таких производителей, как S-Works, Venge моделька. И там фактически устанавливали, что они выглядят очень похоже, но карбон там совсем по-другому сделан. И он вообще ничего общего с Venge оригинальным не имеет. И это окей. Но в данном случае все-таки еще раз вопрос возникает, какого хрена? Здесь все проприетарные части реально супер один к одному имитированы. Но я не могу серьезно поверить. Разве что трек и все остальные производители не просто должны писать писульки про вот так вы можете фейк от оригинала отличить и так далее, описать именно что, откуда вообще у фейк-мейкеров взялось и что конкретно отличает и храму, сделанную в том же Китае, от фейк-рамы, сделанной опять-таки там же. Здесь правда, мне кажется, была бы... Ну окей, это для меня. Она была бы эффективнее. Она бы для меня сохранила имидж всех этих производителей, таких как, да, пенерел, трек, спешлест. Так, то, сколько подделок я вижу на эти велосипеды, создаются, конечно, возникает очень много вопросов по поводу откуда все это и не одно ли это и то же. В любом случае, я лишь могу сказать, что, да, здесь, пожалуйста, все вот компоненты, вынос, блин, один вынос, по-моему, 300 евро стоит оригинальный, руль 400 евро, но он выглядит один в один как мой. Я же его разбирал, ёлки-палки и диши. Потом подсидел тоже, просто идеально как мой. Кроме то, что на моем подсидели, здесь вот отметинки там есть, ну по сантиметрам, как, насколько ты его ввел в раму и так далее, чтобы запомнить этот момент. И еще на адаптере, вот здесь под седло, там стоят моменты затяжения, чтобы седло не перетянуть и так далее. Здесь вот даже наклеечка есть, а гарантии, серийный номер, конечно же, это фейк номер, он просто рандомно был создан. Возможно, есть в мире такая рама с именно таким серийным номером, но она оригинальная, так что, ну, эта наклейка вообще бессмысленна, потому что, конечно, вы в трек не сможете заслать эту раму, хотя бы потому, что вы не покупали ее официального дилера, что является, конечно же, условием для гарантийных обязательств. Здесь вот эта крышечка, в которую эти два тема вся засовывается, и вот она выполнена, кстати, немножко иначе, чем оригинал, и снутри вроде карбончик там какие-то тоже непонятки имеет, какие-то складки и что-то очень неаккуратно вырезано. То есть здесь вот уже первый звоночек о том, что что-то не то. И оставайтесь со мной, в конце будет, собственно, вывод по всему этому. Ice Speed тоже вот это подсидел, то есть вот эта великолепная технология Ice Speed, и ее все тоже полностью копировали. Единственное, что не сделали, и чего копии пока нет, и не будет, это ободная версия того же TrackMadone 9 или SLR, потому что ободные тормоза никому не нужны, кроме людей, которые знают, что это и с чем это едят, и для чего они вообще нужны, как этим всем управлять. Вот имейл от производителя. Hi, friend. Look, what was this track Madone bike frame? No, it's fake frame. Bike frame only disc brake. Only disc brake, пожалуйста, тоже. У него only disc brake 5 размеров аж предлагает, 3 размера руля и 4 размера выноса. Вот там-то, там-то можно купить, и вишенка на торте, это то, что можно выбрать самые разные цвета. Icon, не Icon, вообще пофиг. Выбирайте цвет, и все это будет практически столько же стоить. О, хамелеон цвет, это на 50 долларов наценка будет. Пожалуйста, 50 долларов наценка. Я напомню, что цвет этого велосипеда, он называется Icon, и он стоит дополнительно при заказе на Track 1400 евро. 1400 евро дополнительно. А здесь за цвет какой-то, ну, особенный, скажем так, здесь просят 50 долларов. Просто сравните масштабы. Потом у нас имеется еще куча цветов на выбор. Пожалуйста, есть T15. Это вот этот цвет карманного Madone. И в качестве бонуса здесь еще Пенереллы. Подписчик тоже прислал на ободных он. Тоже можно вот вес посмотреть. Тоже вилка 400 грамм, капец, тяжелая. И вот, собственно, тоже у Пенереллы можно все цвета выбрать. MyWay, как он у Пенереллы называется, не Project One, а MyWay. MyWay FakeWay. Итак, в конечном итоге, что я могу сказать по поводу вот этих фейк рам. Во-первых, они стоят очень дорого. То есть, если сравнивать с ценой на оригинал, они дешевые. Если сравнивать цену с комплитом отличным, классическим, классического велосипеда на той же Altegri, то вот эти рамы, они дорого стоят реально. То есть, это очень тяжелые рамы. Это то, на чем будет очень мало кайфа кататься. Но я признаюсь здесь, что такую раму можно повесить на стену. То есть, выглядеть будет классно. И кататься как раз и не нужно. Если, опять-таки, здесь стоит вернуться к вопросу, для чего вы хотите такое вообще купить. Если вы хотите перед кем-то повыпендриваться, то, скорее всего, вам будет важно, чтобы тот, перед кем вы выпендриваетесь, знает вас лично. Потому что, если вы хотите повыпендриваться перед теми, кому на вас абсолютно наплевать, то у вас не получится это сделать, потому что вы не узнаете, вы имел ли эффект ваш понт. То есть, ну, прикиньте, вы пролетаете мимо кого-то и думаете, что вот он посмотрел и подумал, вау, какой классный велосипед, дорогой, наверное, вот чувак может себе позволить. И вообще классно. Это вы себе в своей голове все построили. На деле чуваком мог оказаться я, и на самом деле я узрел, что у вас при том, что 14 тысяч евро байк под вами, какие-то чешские странные, супер дешевые, какой-то шлем весь грязный и джерси, ноу-нейм. И все это не сходится, и, скорее всего, это будет подделка. То есть, вы все это придумаете в своей голове. Если, однако, вы хотите попонтоваться перед тем, кого вы знаете, то он же знает вас. Здесь еще меньше смысла. То есть, он прекрасно знает, что вы не сможете такой байк себе позволить. Ну и в конечном итоге, просто завершая, скажу, что реально к чему все это. То есть, трек Madone SLR9 в топовой конфигурации, он стоит от 14 тысяч евро. Но это не топовый байк. Скорее всего, он покажется вам настолько медлительным, как циклокросс, как гревел на асфальте. То есть, это просто супер классно выглядящий байк. У меня у самого такой и практически такой. То есть, это в одной версии, на килограмм легче, но все равно классический шоссейник, легкий, решает в данном случае, если, опять-таки, есть условия для этого самого шоссейника. То есть, хороший асфальт, такие вещи. Окей, это было все на сегодня. Поделитесь, пожалуйста, этим видео по форумам, чтобы знали, что есть вот такие подделки. И в России, кроме одной проблемы, что люди продают ворованные велосипеды, прибавилась еще проблема того, что люди вот такое вот дерьмо продают, по наценке, делая, опять-таки, денежки. И на заре, по-моему, канала, который называется Сент-Пи, Петербург, по-моему, и вот чувак, автор канала, прислал мне видео с Пинерелла фейк. И вот там он как раз тоже очень много по этому поводу обсуждал. Проблема того, что всякие перекупщики покупают фейк-раму, ставят навес какой-то и продают втридорога. Тоже, пожалуйста, так вот обманывают. Поэтому внимательнее. Огромное спасибо за активность. Та-да.